Приветствую вас, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Появилось свободное время, продолжаю дальше покраску и тонировку автомобиля Ивека от фирмы Италери. Сегодня буду наносить масляные точки. Масляные точки, говорят сами за себя, буду делать масляной краской гамма. Буду использовать цвета зелёный, коричневый, жёлтый и белый. Нанесу по модели масляные точки от более светлых цветов и книзу буду более тёмные цвета наносить, а потом растушёвывать уайт-спиритом широкой кистью. Смотрите за процессом, как будет происходить это дело. Сначала будем наносить белые точки белым цветом. Наверху буду делать погуще, точнее побольше белого цвета. Книзу его будет немножко меньше. Для чего делаются масляные точки? Наверное, для того, чтобы изобразить какие-то подтёки, какие-то размытую грязь, сделать модель более смотрибельной, более реальной. В принципе, потом всё увидите. Субтитры подогнал «Симон» 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 Можно немножко побольше добавить в акспирита, чтобы больше была растушевка. Наверное, больше Афганистану подходит такой белопесочный цвет, потому что всё-таки песок в пустыне, такой как белесовый оттенок на технике. Я сам жил в Монголии, в пустыне Гоби, поэтому на песок пришлось посмотреть. Будем делать, посмотрим. Вот видите по бортам, вот так вот растушевочку, снизу вверх, сверху вниз. Маску дать только расползтись. Ну, потом его аккуратненько смывать вайтспиритом. Такие движения. Поддаем машине интересный, более живой вид. Вот, друзья, заканчиваю растушевку. Получаются такие вот эффекты. Довольно-таки неплохо. Кто-то не пробовал никогда масляные точки делать, рекомендую попробовать. Главное, смотрите, чтобы растушеваться хорошо, чтобы в одном месте не скапливалось. Аккуратно. Более подсушенной кистью. Потом проходите и смотрите, как устраивает вас результат или нет. Если не устраивает, можно добавить white spirit на кисти и опять растирать, растирать. Вот, в принципе, меня результат полностью устраивает. Всё отлично получилось. Теперь даём модели где-то сутки просушиться. Покрываем матовым лаком. И начинаем потом нанесение уже пигментов или краской с аэрографа. Поддуваем и делаем следы пыли и грязи на автомобиль. Но это будет в следующих частях. Соберу. Поставлю кенгурятник. Поставлю лебёдку. Поставлю всё, что поотваливалось из мелких деталей. И тогда уже начну её делать на ней запыление и делать на ней пигменты. Ну, смотрите следующие части, кому интересно. Комментируйте работу. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписался, кому это интересно. Спасибо вам, дорогие друзья, за просмотр. Всех благ вам и вашим близким. Спасибо.